За первый месяц наступившего года в России произошло несколько резонансных случаев нападения собак на людей в разных регионах нашей страны. В Коломне хаски повредило лицо ребенку. В Забайкальском крае семилетняя девочка, по предварительной версии следствия, погибла после нападения собаки. Не обошла беда и Тверскую область. Недавно в селе Аркатово под Тверью на территории частной передержки произошла трагедия. Собаки насмерть загрызли малолетнего сына хозяев этого объекта. Сейчас и в обществе, и на федеральном уровне активизировалась дискуссия о том, как поступать в первую очередь с безнадзорными животными. Каким должно быть решение давней проблемы. Разные мнения изучила Наталья Чекет. В обществе разгорелись жаркие споры. Одни, как водится, кричат казнить, другие помиловать. Но на самом деле решение проблемы гораздо сложнее. После очередных инцидентов с участием животных у многих зачастую возникает соблазн поддаться эмоциональному моменту и устроить месть. Некоторые даже призывают отстреливать всех бездомных животных. Как говорится, без разбора. Предлагаю всю ЗОО-ШИЗУ ежегодно обследовать в психдиспансерах. Стая волков бродит у деревень. Их сразу отстреливают. А тут в городах подобное. Пусть ППС займется отстрелом. Заодно и попрактикуются. Пока одни предлагают, жители Читы отстреливают и правильно делают. Если не касаться правовой стороны таких постов, а это, по сути, призыв к совершению уголовно наказуемых преступлений, то такие послания явно, как минимум, недальновидны. Ведь нигде в цивилизованном мире таким образом собачий вопрос не решается. Совсем иначе обстояло дело в России и, в частности, в Твери. Многие помнят, как еще лет 5-6 назад при попустительстве ответственных за это чиновников и зачастую ригидности правоохранительных органов, ссылавшихся на несовершенство законодательства, по сути, творился произвол в отношении четвероногих. При этом их численность не снижалась. Зато деньги из бюджета на отлов собак ежегодно осваивались подрядчиками. Так что подобные комментарии в соцсетях — это скорее несочувствие жертвам трагичных происшествий. Не искреннее желание найти решение проблемы, а скорее злорадство и использование очередного повода, чтобы выплеснуть негатив. На самом деле пути решения известны и они прописаны в принятом в 2018 году федеральном законе об ответственном обращении с животными. И, как считает один из его авторов, депутат Государственной думы Владимир Бурманов, действующий законом обращение с животными нужно не менять, а исполнять. По его мнению, во многих регионах попросту саботируют. Например, не строят и не открывают приютов, а без них выполнение нормативного документа в принципе невозможно. По сути, об этом же заявил и спикер Госдумы России Вячеслав Володин. По его мнению, только запретительных мер мало. Нужно поддерживать гражданские инициативы, добиваться неукоснительного исполнения закона и создания условий для его выполнения. Речь идет о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным, создание приютов. С последним в России явные проблемы. По данным зампреда Думского комитета по охране окружающей среды Владимира Бурматова, в стране пока создано лишь около пятой части от потребностей в приютах для животных. Решение этой проблемы возложено на органы исполнительной власти. Что касается Твери, то по инициативе депутата городской думы Дмитрия Нечаева, которую поддерживало большинство его коллег, впервые в нашем регионе в конце 2018 года, наконец-то был построен муниципальный приют для бездомных животных. По словам депутата, об этом давно просили тысячи горожан. Но добиться реализации проекта было очень непросто. Ушел не один год такой работы для того, чтобы выделить средства, для того, чтобы построить этот объект, сделать проектно-смертную документацию, место выбрать. То есть это был колоссальный пласт работы. Вот, наконец, после нескольких лет очень больших усилий, удалось изыскать средства из фонда экономии средств. И мы за рекордно малую сумму, нигде в России за такие деньги не строили приюты, за три с небольшим миллиона построили объект. Он даже получил высокую оценку председателя на тот момент комитета по экологии Госдумы Владимира Бурматова. Однако дальнейшая судьба объекта оказалась в подвешенном состоянии. По не очень понятным причинам сначала городские более двух лет не запускали объект, затем он был передан в ведение региона. Но ВОЗ пока и ныне там. Приют для бездомных животных так и не открыт. Чиновники постоянно ссылаются на необходимость решения каких-то формальных вопросов. Но ждать всему городу, как говорится, у моря погоды уже более трех лет, сложившейся ситуации, наверное, непозволительно долго. При этом проблема с бездомными братьями меньшими лишь нарастает. Несмотря на потраченные миллионные средства, приют не работает уже четыре года. Калитка наглухо закрыта, а проезд к ней засыпан снегом. Это тем более странно, что о важности решения собачьего вопроса говорят первые лица всех ветвей власти в нашем регионе. Так, во время пресс-конференции с журналистами по итогам 2021 года сам губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул важность ответственного отношения к животным, справедливо назвав это одним из маркеров цивилизованности общества. Со своей стороны мы готовы и выделять средства, и создавать нормативно-правовое регулирование. Но нам очень важно, чтобы эта работа была действительно на достойном уровне. И работа системная не такая. Периодически кто-то взял, бросил, потом открылись, потом обанкротились, закрыли. Поэтому сейчас надеемся, что с 2021 года эта работа вышла на достойный хороший уровень. Не лучшая ситуация и в райцентрах. Еще в 2021 году в Тверской области собирались построить три кустовых приюта. В Бежицке, Ржеве и Вышнем Волочке. Но ситуация там не сдвинулась с мертвой точки. В Твери же и вовсе приют уже построен. Остается только торжественно перерезать ленточку, и долгожданный объект может начать свою работу. Но что-то опять не складывается. И выходит, что горожане уже который год, по сути, брошены с проблемой бездомных собак один на один. Людям зачастую некуда обратиться. Сейчас некуда позвонить на какой-то единый номер, чтобы приехали. Допустим, в случае, если на детской площадке стая образовалась, в микрорайоне каком-то стая, то сейчас такого нет. Телефона, куда можно позвонить, чтобы приехали какие-то структуры и в полном соответствии с законом решили эту проблему. Пока нам не удалось получить информацию от представителей профильных ведомств, когда же, наконец, начнет работу Тверской приют для бездомных животных. И будут построены подобные объекты в районах области. Остается лишь надеяться, что очередные проволочки не станут причиной новых драматичных инцидентов. Как со стороны тех, кого нас со школьной скамьи учили называть лучшими друзьями человека, так и в отношении них самих.